Автомобиль ВАЗ-2104, два пострадавших, водитель, перелом голеностопа, пассажир, перелом локтевого состава, оценить состояние пострадавших, аварийно-спасательным работам, преступить. Часть команды пожарных отвечает за техническую составляющую, осмотреть место ЧП, вскрыть капот, обесточить автомобиль. У другой же роль медиков оказывают первую помощь. Это позволяет быстрее и эффективнее выполнять спасательные работы. Свои навыки при ликвидации последствий ДТП сегодня показывают сотрудники пожарно-спасательных частей города. Это отборочный этап областных соревнований. Слава богу, не часто сталкиваемся с полным комплексом. Но где-то каждый раз при выезде на ДТП какие-то определенные нюансы есть, которые здесь отрабатываются. Или это же освобождение пострадавших, или наложение шин, вскрытие капота, обесточивание автомобиля. Все так вот, кусочками, кусочками присутствует. Для участия в таких профсоревнованиях стараются привлекать не только опытных спасателей, чтобы показать достойные результаты на отборочном этапе, но и молодых сотрудников отрабатывать навыки лучше в учебных условиях. Пожарные подразделения сейчас аттестованы на право проведения аварийно-спасательных работ, и в том числе их выполняют в режиме своей повседневной деятельности. Если в ДТП имеются пострадавшие, подразделения пожарной охраны выезжают на место и производят ликвидацию. Только за два с половиной месяца этого года пожарные Нижнего Тагила выезжали на ДТП 59 раз. При таких вот работах, во-первых, она и скорость влияет, ну и правильность оказания первой медицинской помощи. Здесь все влияет. В любой реальной ситуации, что это будет происходить, чем быстрее извлечешь, тем быстрее окажешь эту помощь. Нормативов на скорость в отборочном этапе, как таковых, нет, но все-таки. Лучшая техника и время оказались у команды 13-й пожарно-спасательной части. Ее бойцы представят город на областных соревнованиях 26 марта в Екатеринбурге. Субтитры создавал DimaTorzok